На данный момент надвижка 430-метровой арки моста уже выполнена на 55%. То есть в апреле этого года, как и было запланировано, работа будет завершена. Сдвинуть сроки не удалось и ни погоде, которая морозами и ветрами тормозила процесс, ни по причине сложности возводимой конструкции. Необычное сооружение, действительно, оно, это впервые в Европе такая арка надвигается, во-первых, такой длиной, да, во-вторых, это уже вот как раз все любят говорить сегодня про инновации. Вот инновационная вот эта надвижка, да, обычно мост это двигают по горизонтали, здесь как раз вот по кривой. Это тоже впервые, впервые в Европе, в стране, естественно, у нас, поэтому это тоже трудности. Сегодня, говорят власти Новосибирска, подрядные организации полностью обеспечены финансовыми и материальными ресурсами. А потому можно планировать и будущее перфирийного окружения нового моста, к примеру, судьбу Бугринской рощи. Сейчас мы заказали разработать концепцию, что будет в этой лесной зоне, там больше 100 гектаров, как этот лес будет использоваться еще и в досуговом плане. Да, есть предложения, есть наработки. Ну, естественно, городу не хватает набережной. И вот с правого берега мы в этом году уже приступаем к проектированию. И в будущем с левого берега. Что же касается проблем с расселением жителей частного сектора, который попал в створ моста, то они, заверил знатков, решены. Теперь мэрия готовится вести диалог с собственниками жилья по улице Выборной, некоторым из которых тоже придется покинуть свои дома.